Добрый вечер, студия Тимур Бекморзин. Время реальной экономики программы действий. Да, именно так. Программы действий. Ведь наша цель не просто рассказать вам о предприятиях, технологиях, инструментах реального сектора и экономике, о которых вы и так знаете неплохо. Цель наша более амбициозна. Мы хотим, чтобы наши зрители сами становились активными участниками экономического процесса в республике, формировали ее инвестиционный и деловой климат, основой которого могут быть только предприятия реального сектора. Еще одной большой задачей нашей программы мы видим повышение финансовой грамотности населения. Поэтому на эту тему будем говорить в реальной экономике регулярно, в том числе и сегодня. А нашими экспертами станут ведущие экономисты, финансисты и представители крупного и среднего бизнеса Татарстана. Итак, мы начинаем. Сколько денег у россиян под матрасом и как направить их в реальный сектор? Итоги исследований и нашего БЛИЦ-опроса. То есть люди банкоматом пользуются не умеют, не то, что там уже какие-то счета платят. В чем стратегия России в повышении финансовой грамотности населения? Мнение экспертов. Каждый человек должен получить какую-то первоначальную информацию о тех финансовых продуктах и тех финансовых услугах, с которыми он вынужден сталкиваться. Банк, для которого важен каждый клиент. По каким критериям его определить? Специалисты подскажут. При принятии решения обязательно оцениваем дополнительно за клиента его финансовые возможности. А вы знаете, что недавно в России прошла неделя финансовой грамотности для детей и молодежи? То-то и оно. Проблема не только и даже не столько в том, что в стране проводится мало мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Проблема в том, что мы в принципе пока не готовы воспринимать новые знания в этой сфере. Мало интересуемся и занимаемся собственным самообразованием. Кстати, среди базовых регионов, где проводились мероприятия недели финансовой грамотности, наряду с Москвой, Алтайским краем, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской и Томской областями, Краснодарским, Ставропольским краями, есть и Республика Татарстан. Но я вас еще удивлю. Знаете ли вы, что в России утверждена стратегия повышения финансовой грамотности граждан России на 2017-2023 годы? Разработкой стратегии занимался Минфин. Для начала сухая констатация факта. Уровень финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока еще достаточно низким и требует долговременной, систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон, в том числе в рамках настоящей стратегии. Навыки личного финансового планирования и формирования финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства российских домохозяйств. Теперь сами результаты исследований. Только в каждом четвертом домохозяйстве ведется письменный учет доходов и расходов. Лишь треть россиян стараются финансово обеспечить свою пенсию и обращают внимание на доходность и гарантию сохранности сбережений при выборе инструментов накоплений. Еще результаты опросов, которые лично мне показались особенно важными и интересными. В стратегии отмечается, что еще одной особенностью финансовой культуры россиян является недостаточный уровень финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с самостоятельным выбором и пользованием различными финансовыми услугами и финансовыми инструментами. Высокую озабоченность вызывает и тот факт, что по результатам социологических исследований каждый пятый респондент, имеющий кредит, то есть 22%, указал, что выплаты по кредиту занимают более 30% доходов. А 68% из них отметили, что отдают более 50% своих доходов. Я не считаю, что я очень грамотный финансово, потому что у меня не воспитано, скажем так, правильное отношение к финансам. Об этом Константин Феряга рассказывает абсолютно уверенно. Считает, что стесняться говорить о финансовой безграмотности не нужно, а нужно принимать соответствующие меры. Ведь, по мнению молодого человека, современное взрослое население действительно не обладает необходимыми знаниями, чтобы правильно управлять денежными средствами. К сожалению, мы оказались тем поколением, которое выросло в непонятной политической ситуации. И поэтому многие из нас не понимают, у них нет чувства ответственности. Поэтому сейчас проблемы с как раз ипотеками и кредитами, потому что люди берут, не понимая того, могут ли отдавать. И это не только мнение Константина, но и участников всероссийской венчурной ярмарки, которая прошла в Казани 19 апреля. Вопросов инвестиций мы начали касаться буквально последние 20 лет, в отличие от европейских партнеров, где эта индустрия развивается уже десятилетиями и по сотню лет, в общем-то. Мы вообще не умеем деньги считать, вот не умеем, вот нас с детства этому не воспитывали. Вот я просто смотрю на своего внука, он сейчас учится в гимназии, да, вот он уже понимает, что такое деньги, он уже понимает, что такое кредитная карточка, он уже понимает, что он снег уберет с крыльца, да, дедушка ему заплатит там 100 рублей, так, вот. И я не считаю, что это зазорно, я считаю, что, так сказать, в принципе, он должен знать цену труду. О финансовой безграмотности говорит и статистика. Анализируя данные Центробанка за несколько лет, видно, что количество кредитов среди физических лиц растет. Если на 1 января 2017 года их сумма составила более 7 триллионов рублей, то на начало этого года число достигло уже 9 триллионов. И это только в банках, мы уже не говорим о микрофинансовых организациях. А как относятся к деньгам жители Казани? В этом мы решили убедиться лично. А откладывайте на черный день деньги? Обязательно. Откладываем. Откладываем. Обычно, наверное, на отдых, а не на терный день. А где вот предпочитаете хранить? На карте, в банке? На карте. Ну, в смысле счет, в банке более надежный способ. Трехлитровые банки лучше не хранить. Да. В банке? В стеклянной. Ну, а также на карточке немножко под 6%, чтобы инфляция не съела. Ну, не дома, не под матрасом, не в чулках. Есть ли у вас какие-то кредиты, может быть, выплата текущая? Есть, есть, обязательно. А какую долю занимает в семейном бюджете в процентном соотношении? Ну, не более 25%. Процентов 20 примерно. Ну, так по ипотеке кончается, слава богу. Нужно ли возвращать кредит, если у вас какие-то непредвиденные ситуации? Нужно ли? Ну, конечно, долги всегда надо возвращать. Обязательно. Сначала кредиты выплачивать, а на остальное уже живем. Ну, если нет денег, ну, надо сказать, банк, у меня нет денег, давайте договоримся. Среди опрошенных прохожих большая часть старается ответственно подходить к расходам, не берут кредиты, которые не могут потянуть и имеют сбережения. Но при этом к финансово грамотным взрослый част населения себя не относит. В одном из предыдущих выпусков мы уже рассказывали вам об уроках финансовой грамотности, которые преподаются в школе. Так вот, по мнению взрослых, такие уроки не помешают и им самим. Нужны ли уроки финансовой грамотности? Обязательно. И не только в школе, даже уже дома надо воспитывать детей. То есть люди банкоматом пользуются не умеют, не то, что там уже какие-то счета оплатить. Я думаю, что нужно, да. Нужны. Обязательно. Чтобы с детства дети уже учились экономить деньги, объяснять им о том, что деньги не просто так берутся. Очень много ситуаций, когда люди по ошибке берут кредит или, например, не на тех условиях. Не взвешивая свои возможности, не оценивая эту ситуацию, могут, так скажем, загнать себя в кабалу. В советское время одним из самых надежных средств для хранения денег была сберегательная книжка. Она выполняла функцию вклада, а со временем на нее начисляла заработная плата, пенсия и льготные выплаты. Сегодня банки предлагают гражданам массу вариантов, чтобы правильно переспределить свою финансовую нагрузку и приумножить свой капитал. Однако не все спешат воспользоваться такими видами услуг. И виной тому в том числе финансовая безграмотность. Существует народная мудрость, что богатство – это не количество денег, а то состояние человека, когда ему хватает на все его потребности. Поэтому финансово грамотный человек для меня – это человек, который умеет делать определенные накопления, когда существует эта возможность. И в случае возникновения кризисных ситуаций, форс-мажорных ситуаций, эти накопления используют для выравнивания своего финансового положения. Для того, чтобы пополнить теоретический багаж знаний по экономике и финансам, сегодня есть масса способов. Чтение книг, внимание к политической и экономической ситуации в стране и мире, семинары и видеокурсы, а также самоконтроль затрат с помощью специализированных программ. Не стоит забывать и о практике. Конечно же, теоретические знания очень важны, но без их практического применения они не будут иметь свои ценности. Поэтому необходимо те знания, которые есть у человека, применять непосредственно в своей жизни. Мы сталкиваемся в жизни очень часто со многими вопросами, и вот навыки возникают именно в момент возникновения решения этих вопросов. Сделать первый шаг к финансовым накоплениям несложно. В первую очередь необходимо поменять самоотношение к деньгам, как средство для устранения текущих потребностей. В тот момент времени, когда у вас есть избыточные доходы, делать определенные накопления, будь то вклад, просто отложить денежные средства любым различным способом. А когда возникает необходимость, потребность аккумулировать это средство, делать большие расходы, то есть покупка автомобиля, покупка недвижимости, нужно планировать, какой объем накопления у вас есть, какими финансовыми инструментами вы можете воспользоваться для достижения цели. Если речь идет, например, об отпуске, то можно обойтись с потребительским кредитом. Если же вы говорите про покупку недвижимости, то, конечно же, здесь нужно речь ввести уже непосредственно о ипотечном кредитовании. Если же, например, это будет покупка авто, то, соответственно, необходимо прибегнуть к автокредитованию. При выборе кредита важно просчитать предстоящие траты и доходы. В банковской сфере это называется структурированием сделки. Такой процесс поможет и вам, и финансовой организации минимизировать риски и сформировать оптимальные условия кредитования. Стратегию повышения финансовой грамотности в России планируется реализовать в два этапа. На первом будет проведен комплексный анализ, в ходе которого ее цели и задачи могут быть скорректированы. Второй предусматривает выполнение определенного плана мероприятий и его еще предстоит утвердить. И надо понимать, что все это больше благие пожелания, чем реальный план действий правительства России. Потому как и поставленная задача, и масштаб проблемы таковы, что решить ее в сроки, отведенные в стратегии, конечно же, нереально. Но важно понять, в каком направлении двигаться и с чего начать. Сегодня у нас гость в студии – это Игорь Анатольевич Кох, доктор экономических наук, заведующий кафедрой ценных бумаг биржевого дела и страхования Института управления экономики и финансов КФУ. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так что у нас с финансовой грамотностью? Финансовая грамотность у нас катастрофически низкая. К сожалению, это так. С чем это связано, как вы считаете? Связано это с тем, что 25-30 лет назад мы попали в абсолютно другую, в абсолютно иную экономическую реальность, к которой никто не готовился, к которой никто не знал и не понимал. Поэтому большая часть граждан, большая часть населения просто не готова была к встрече с теми финансовыми реалиями, которые возникли в конце 80-х, в 90-х, в 2000-х годах. Что нужно делать, как вы считаете? Нужно ли вводить специальные уроки финансовой грамотности в школе, в вузах, даже не профильных, не финансово-экономического блока? Безусловно. Я считаю, что каждый человек должен получить какую-то первоначальную информацию о тех финансовых продуктах и тех финансовых услугах, с которыми он вынужден сталкиваться. И главное, о тех опасностях, которые его могут подстерегать, и о тех возможностях по защите своих прав и законных интересов, которые предоставляет российское законодательство. Игорь Анатольевич, а как это влияет на экономику? Низкий уровень финансовой грамотности в России? На темпы ее качества? Низкий уровень финансовой грамотности означает то, что граждане раз за разом попадают в финансовые ловушки типа МММ и прочих. И это формирует негативное отношение к финансовому рынку, негативное отношение к сберегательным финансовым инструментам. То есть не дает возможность задействовать сбережение населения в развитии нашей собственной национальной экономики. А кому это может быть выгодно? Вот такой низкий уровень финансовой грамотности? Я думаю, такой низкий уровень финансовой грамотности может быть выгоден только недостаточно чистоплотным дельцам от финансового рынка, которые как раз и пытаются привлекать финансовые ресурсы под не совсем законодательно верные финансовые инструменты, пытаются обманывать, пытаются вводить в заблуждение своих клиентов. Для них это выгодно, для них нужен клиент неграмотный. Конечно, лучше всего начать с того, что есть в свободном доступе, в том же интернете, есть много материалов, касающихся основ финансовой грамотности. Например, есть специальный сайт, который создан при поддержке Министерства финансов, специально для обслуживания программы повышения финансовой грамотности. Он называется «Ваши финансы.РФ» русскими буквами. Там размещено множество различных методических и информационных материалов, которые могут быть полезны для начального ознакомления. Игорь Анатольевич, спасибо вам большое за это интервью. Ждем вас всегда в нашей студии. Приходите и поговорим не только о финансовой грамотности, но и об экономике, о финансах и так далее. Спасибо. Спасибо. Итак, подытоживая все, что сказали эксперты, какие главные принципы финансово-ответственного поведения людей? Если разобраться, они более чем просты. Что нельзя? Нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. Соответственно, нельзя брать беспорядочно кредиты и тем более займы в микрофинансовых организациях. Иначе вы точно загоните себя в финансовую кабалу. Что делать необходимо? Вести учет расходов и доходов лучше в письменном виде. Использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления денег. Хорошо бы иметь финансовую подушку безопасности. Важно знать, где найти нужную информацию о финансах и финансовых инструментах. Ну и, конечно, неплохо бы иметь представление, куда обратиться, если ваши финансовые права нарушены. Но еще одно ключевое правило – обращаться только в надежные, проверенные временем финансовые организации и банки. Планируя взять кредит, многие забывают, что в управлении финансами банк выступает в качестве профессионального консультанта. Выбирая себе такого финансового партнера, большинство граждан в первую очередь обращают внимание на предлагаемую процентную ставку по кредиту, забывая при этом про сопутствующие условия. Бывают такие интересные случаи, когда кредитная ставка очень интересна, например, составляет значение около 12-12,5%. Но клиенту говорят уже в день сделки непосредственно о тех условиях, которые связаны со страхованием. И страхование предусматривает внесение большой суммы денег и средств, скажем так, иномоментно. При этом же предлагается еще сумма страховки в случае тела кредита. Все это существенным образом повышает финансовую нагрузку по этому кредиту. Как и в других финансовых организациях, в банке Аверс также существует опция страхования. Однако в данном случае клиентам предлагаются выгодные условия, которые не утяжеляют выплату кредита. Вы можете, во-первых, отказаться от этой опции. В данном случае небольшим образом будет скорректирована процентная ставка по кредиту. И существует самое главное различие. В том заключается, что у нас страховка делается только на один год с возможностью последующей пролонгации. И при этом мы берем всегда остаток судно-задолженности по кредиту. Если вы сделаете досрочные платежи, соответственно, у вас остаток долга будет по кредиту меньше. И страховой износ тоже будет, соответственно, существенным образом меньше. Если вы не знаете, какой именно продукт, предлагаемый банком Аверс, выбрать, не переживайте. Вам всегда помогут консультанты. Из наших продуктов, которые пользуются наибольшей популярностью, является продукт перезагрузка 2.0. Данный продукт как раз рассчитан на финансово подкованных людей. Суть его заключается в том, что можно уменьшить свои текущие финансовые обязательства, понизить процентную ставку по кредиту и выбрать наиболее оптимальный вид платежа. А именно аннуитентный или дифференцированный. Таким образом клиент может выбрать, погашать сумму долга равными долями или же постоянно уменьшая ежемесячный платеж. Аннуитентный платеж – это платеж одинаковый на весь период времени. Структура его строится таким образом, что в разные периоды времени он по-разному происходит погашение основного долга. Обычно в первую треть периода жизни кредита основной долг гасится в меньшей степени. Зато в конце периода он гасится в большей степени. Но он одинаковый, его очень легко запомнить. То есть сумма постоянная вне зависимости от срока кредитования. Дифференцированный платеж – у него другой подход. У него одинаково гасится именно сумма основного долга. И поэтому он, например, больше на начальном периоде времени и, соответственно, где-то в середине периода он сравнивается с аннуитетным платежом. К концу периода времени он даже меньше, чем аннуитетный платеж. Еще одним важным конкурентным преимуществом банка Аверс является поддержка молодых семей. Специально для этого была запущена программа, которая позволяет улучшить свои жилищные условия родителям, у которых появился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Им предоставляется возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса, чтобы ежемесячная финансовая нагрузка на семью была ниже. По моменту разработки продукта, и когда мы предлагаем наши кредитные продукты, мы в первую очередь ориентируемся, каким образом это будет удобно клиенту, какие затраты будут у клиента. И при принятии решения обязательно оцениваем дополнительно за клиента его финансовые возможности и делаем определенные прогнозы. А чтобы вести учет затрат и доходов было удобнее, воспользуйтесь специальным мобильным приложением. Так вам будет проще оплачивать услуги, совершать денежные переводы, а главное – иметь постоянный доступ к информации по карточным счетам. Что касается мобильных сервисов, то у нас есть система дистанционно-банковского обслуживания. Это как интернет-банкинг, так и мобильный банкинг. И, соответственно, мы постоянно совершенствуем данные сервисы и постоянно занимаемся вопросом их дальнейшего развития. Неделю назад состоялось открытие и нового офиса по адресу Сибирский тракт 23. Здесь созданы все условия для комфортного обслуживания физических и юридических лиц. Удобные переговорные комнаты, зоны ожидания, круглосуточная зона доступа к банкоматам и терминалам. На прилегающей территории оборудованы парковочные места. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова